Продолжение следует... 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 Поэтому мне кажется, что вот та насыщенность выставки добротой, она обязательно должна найти своих почитателей, и я думаю, у многих людей эта выставка оставит глубокий след в их жизни. Вот за это мне хотелось бы поблагодарить авторов, в первую очередь, и организаторов выставки. Спасибо. Ну, вот здесь сегодня уже поступило несколько вопросов, если позволите, я их прочитаю. Чем обусловлен у Виссариона резкий переход от масляной живописи к пастелью? Будут ли картины, нарисованные другими материалами? Тут трудно будет обозначить что-то очень конкретное, что могло подтолкнуть именно к технике изобразительного искусства, связанное с материалом пастели. Есть лишь некое, по всей видимости, таинство, когда нужно было это просто ощутить. Ощутить потребность прикоснуться именно к этому материалу. Что-то смутное, что внутри начинало ощущаться, но не до конца было увидено. И где увидеть можно было только лишь погрузившись в эту область. Раньше, если мне приходилось сталкиваться с пастелью, у меня произведения не удовлетворяли. Они виделись какими-то очень ограниченными, очень поверхностными. И только лишь соприкосновения с серьезными произведениями мирового искусства в Дрезденской галерее с некоторыми произведениями показали, что все-таки пастель не столь ограничена, у нее есть нечто, что в масле исполнить невозможно. Масляная живопись очень хорошо уже всесторонне себя раскрыла во многом. Это как бы уже поле хорошо возделанное, и здесь уже каждый садит, как ему вздумается, что-то на этом поле. И все это уже в большом многообразии проявило себя. Хотя я не говорю о том, что эта технология себя как-то выработала. Нет. Она хорошо себя проявила, и дальше проявить себя должна не сама техника живописи, а существо того, что пытается художник выразить. Но это уже дело не за техническими какими-то особенностями, связанными с маслом и всей масляной живописи. Это уже будет связано с самим человеком, с самим художником, где ему прежде надо раскрыться как человеку, доброму, светлому, думающему только о прекрасном, и где он торопится, любуясь миром окружающим, его поделиться своим любованием со всеми другими своими братьями. Когда он предлагает полюбоваться ближнему тем, что его удовлетворило, как-то восхитило чем-то необычным, удивительным из окружающей реальности. И здесь, конечно же, как бы ни спорили многие о том, стоит ли изображать очень реалистично или как-то символами изображать окружающую реальность, конечно же, реалистичный подход, он очень важен. Только тогда вы можете поделиться увиденным с ближними, позволить ближним прикоснуться, насколько это в данном случае возможно, хотя это относительная такая возможность, но всё-таки максимально позволяете ближним прикоснуться к переживаниям, которыми вы обладали при соприкосновении с какой-то реальностью. Вы не предлагаете ему нечто, где он должен догадаться до чего-то. Вы видели что-то, но если вы изобразите это образами и символами, вы не дадите возможность прикоснуться ближнему к тому, что переживали вы. Вы дадите ему прикоснуться к чему-то, что у вас возникло как плод ваших переживаний. Но это более далёкое уже приглашение к красоте, которая вас взбодоражила. Это более сложный подход. Я думаю, он ни к чему. Мир окружающий, он гармоничен, и его нет смысла искажать, чтобы сделать ещё красивее. Надо просто хорошо рассмотреть эту красоту. Так вот, я немножко сейчас ударился в сторону масляной техники. Так вот, я не хочу продолжить дальше, уже переходя к пастели. Эта область живописи, она, как мне видится, достаточно широко себя проявила. А вот пастель, которой стал прикасаться, увиделась как что-то нераскрытое, как что-то уникальное, но чего пока очень боятся. Я нередко слышал от художников, специалистов, такие смелые высказывания, что пастель – это благородный материал, это что-то очень красивое и благородное. Но тогда соответствующий вопрос должен возникнуть. Почему красивое и очень благородное используется очень поверхностно? Почему оно очень кратко, как-то набросками? Но почему бы не прикоснуться очень серьёзно ко всему этому? Подойти к этому гораздо шире, глубже, позволить проявиться этой технике? Ибо в этом заключён некий даже философский смысл, который легко можно угадать, присмотревшись внимательно. Вы берёте горсть сухой пыли, цветной пыли, и из этой сухой пыли вы творите жизнь. Творите воду, вы творите материалы, вы позволяете тому дышать, в рассе блескать, блестеть так же, как она блестит на солнышке ранним утром. Это всё возможно с помощью простой сухой пыли, которую вы берёте в свои руки. Это как что-то священное, где в то же время нельзя рассматривать пастель как что-то более дешёвое, как бывает такое расхожее понимание, как мне приходится сталкиваться с этим, и мне хочется это опровергнуть, показать, что это не что-то очень такое простое и, может быть, трудно сохраняемое. Если вы любите произведение, вы храните его бережно, оно нормально хранится, оно не хуже будет храниться, как и сама масляная живопись. Конечно же, её легко смахнуть, если с картины можно тряпочкой стереть пыль масляной живописи, то, конечно, с пастелью так пыль не смахнёшь, можно смахнуть весь рисунок и всю ту гармонию, которую там вы запечатлеваете. Но здесь всё заключено в том, как вы это храните, и всего лишь. Но у пастели есть некая уникальность, которую, конечно же, масляной живописью перекрыть будет очень трудно. Есть нечто, что только она может выразить, именно пастельная техника. Поэтому я лишь вижу то, что это тот мир, который нужно сейчас раскрывать, очень широко раскрывать. У него уникальные особенности, у этого мира. И надо дать ему проявиться в той мире, в которой оно заслуживает того. Так что это всё только начинается. Поэтому я надеюсь, что в дальнейшем это всё развьётся до нужных масштабов и будет удивлять мир, жадовать мир, наполнять его светом. Так что это в моей жизни лишь по-своему закономерный шаг, когда я видел просто эту потребность именно войти в эту область. Но буду ли я делать ещё что-то масляной технике, я не исключаю того. Но пока я не могу насладиться до конца, я не могу как будто бы насытиться, погружившись в это, я с жадностью в нём купаюсь в этом мире и мне даже пока ещё трудно представить, что я опять сотворю что-то из масла. Я попробовал вернуться в каком-то произведении определённом, но чувствую, нет. Мне надо опять же продолжить именно в пастели замыслы свои продолжать реализовывать. Так что не могу сказать твёрдо, что я обязательно буду, но возвращаться к маслу, но я не исключаю такую возможность. А пока я очень люблю этот материал и буду продолжать в нём купаться. всеми своими чувствами. Спасибо. Ещё один вопрос. Духовный путь и искусство можно ли назвать это направление в искусстве? В чём его особенности, отличие, характерные черты? Частично я уже ответил на этот вопрос, когда говорил о чистоте человека, стремящегося сотворить что-то красивое. Вы прекрасно знаете, что каждый человек по-своему индивидуально воспринимает окружающую реальность. нет одинаковых восприятий у людей того, что они видят вокруг себя, с чём соприкасаются в каждый день своей жизни. Поэтому так же любой художник, как бы ни воспитывала его та или иная школа, они не будут видеть мир одинаково. Они по-прежнему будут видеть так, как их истинные, естественные такие индивидуальные человеческие качества внутреннего мира, их чувственный мир, как их собственный, может преломлять окружающую реальность. И это преломление будет неповторимо. Искусством нельзя удовлетворить всех одинаково. Если кто-то пробует как-то к этому подойти, выдвигая определённые соответствующие этому оценки тем или иным произведениям, то это, конечно, большая ошибка. Нельзя будет добиться того, чтобы кто-то из художников удовлетворил всех одинаково. Оно и не преследует, не должна преследовать такую цель искусства. В данном случае, если мы говорим о изобразительном искусстве. Так вот, когда мы говорим о индивидуальном восприятии реальности и в данном случае художникам, которые потом впоследствии желают как-то это запечатлеть, то, конечно же, очень важно чтобы внутренний мир художника обязательно базировался на духовном становлении, чтобы он следовал законам истины, божественным законам. Когда его внутренний мир будет успокоен, он будет гармоничен, он не будет переполнен какими-то волнениями, суетными, которые заставляют его переживать о том, о чём не следовало бы переживать, желающим сотворить что-то красивое. Ибо чем больше человек в этой суете мира материальных ценностей беспокоится об этих ценностях, тем сложнее ему будет сделать что-то очень хорошее. В таком случае человек очень беспокойным себя проявляет и позволить ему сделать что-то особенное, где нужно спокойно подойти к созиданию, оно станет для него большой трудностью. Ему захочется очень быстро что-то сделать, движения будут резкими, нетерпеливыми, но тогда сделать что-то мягкое, нежное будет крайне трудно. И в основном в искусстве это вы можете наблюдать. Работы, видно, переполнены большой неуравновешенностью, то есть человек очень беспокоен, ему нужно что-то очень быстро делать, как-то суетно, и он не до конца делает красивым то, что пробует сделать. То есть оно не совсем дотягивает в этом случае из-за такой суеты внутренней. Так что формируясь духовно, художник, можно даже сказать, обязан это делать, потому что дальше он, пробуя созидать что-то своими руками, он неизбежно вкладывает свой внутренний мир, вибрации своего внутреннего мира в произведение и дальше предлагает к этому прикоснуться всем остальным. И если сам художник, будь то он, может быть, и неплохой мастер, где он, может быть, красиво умеет запечатлеть линии, цвета красочные, но внутренне он агрессивен, он обеспокоен какими-то низменными переживаниями, то он неизбежно это запечатлит в своих произведениях. Хочет он того или не хочет, он обязательно это сделает. И тогда, подойдя к произведению или проходя по выставке, в конечном итоге, в конце, выходя из зала, из зала, где я запи... множество таких работ может быть, вы можете почувствовать большую-большую усталость. То есть вам как-то немножко неприятно, внутри какая-то тяжесть появилась. Хотя вроде бы что-то могло где-то и порадовать вас, но в целом вы можете ощутить большую усталость. Это вот передаётся энергии того мастера, который запечатлевает тот или иной образ на своём полотне или бумаге. Поэтому, конечно же, если вы уж представитель того, той части общества, которое стремится созидать что-то красивое и делиться этим красивым с ближними, конечно же, крайне важно очень внимательно отнестись к своему духовному становлению. И, соответственно, чем чище он внутри будет, тем своеобразней он будет видеть и окружающую реальность. То есть, вы сами можете обратить внимание, в зависимости от своего настроения, вы по-разному обращаете внимание на те или иные предметы, окружающие вас или природу, которая вас окружает. Вы в какой-то момент можете совсем ничего не замечать, если вы погружены в какие-то сложные переживания. Но когда вы в радостном состоянии, вы можете обратить внимание на такие элементарные вещи, как где-то там стрекозка, на что-то села, пчелка куда-то пролетела, цветочек какой-то, который раньше могли совершенно не замечать, но внезапно увидели, как самое центральное что-то, что вас удивило и очень обрадовало. То есть, в зависимости от того, в каком вы настроении находитесь, вы по-разному увидите ту же самую реальность, которая всех вас одинаково, как будто бы окружает. Поэтому, конечно же, развиваясь духовно, художник совершенно будет особенно видеть окружающий мир. и глубже, и шире видеть эту красоту. И у него больше возникнет возможности ее как-то особенно запечатлевать. Ну, а там, конечно же, нужно вдобавок еще и тренировать руки свои, потому что технические возможности, они тоже должны поспевать вместе с развитием человека, чтобы, увидев что-то красивое, он не мучился и не пробовал с большим трудом это запечатлеть, и чтобы это у него получалось гораздо легче. уверенней, тогда наилучше передастся глубина той красоты, которая его удивила и порадовала. Так что духовное развитие это неотъемлемая часть в развитии становления человека должна быть. И где мы если говорим, что общество обязательно должно развиваться в области творческой, в искусствах, то это нужно обязательно, чтобы происходило вземосвязано, нужно подвести духовную основу под все творчество. А духовная основа это то, что меняет человека. Меняясь человек, он будет с каждым разом все новое и по-другому создать, красивое. Так что это тесная связь и ни в коем случае это нельзя разделять между собой. Нельзя говорить о духовности отдельно, а о культуре с какой-то другой стороны совершенно тоже отдельно. это в одном должно происходить, это как одно целое. А так, если этого не происходит, возникает очень грустная картина, где можно видеть культуру очень бездуховной и видеть духовность совершенно безкультурную. Это потеря, это трагедия. Поэтому это надо уметь соединить. Следующий вопрос. Почему заключается различие фотографии и творчества? Фотография это только лишь умение прежде мастера найти интересный объект с интересной стороны попробовать его запечатлеть. Но запечатлевает уже не он. запечатлевает механическое оборудование своеобразное. Это уже здесь в фотографии только часть работы художника. Умение видеть здесь будет определять его мастерство. Потому что чем лучше техническое средство в его руках, тем, конечно, интереснее он может его запечатлеть. Но это не умение его рук, а произведение искусства это ваши руки. то самое драгоценное, через которое у вас возникает возможность передавать свою любовь. Фотография не передаст вашу любовь. Она передаст только любовь того, кого вы сумеете запечатлеть с этой любовью. И всего лишь. Но вы как посредник, который только лишь уловил момент и позволил техническому средству это запечатлеть. Всего лишь. Такая часть. Хотя она тоже может цениться, потому что увидеть красивую фотографию тоже для многих очень важно. Это тоже может наполнить мир того, кто созерцает какой-то интересный фотографический снимок. Но это своеобразная ценность, которую надо естественно так вот логически понимать. Но если человек учится творить и учится быть творцом, как для него Богом и определено, чтобы быть подобием. а подобие если отец воспринимается как великий творец, то человек это то маленькое, но оно связано с творчеством. Человек тоже должен уметь творить. Но вот руки ваши здесь играют большую роль. Особенно в пастели может это сыграть. Тут вы своими пальцами сухую пыль втираете в бумагу. И тогда вместе с этой пылью втираются частички вашего тела. Если вы это любите, оно становится поведением. Оно если с любовью сделано, может обладать очень большой свидетельной силой. Уважаемый Виссарион, как для художника, для вас, как для художника и как для духовного учителя существуют ли запретные темы в искусстве? Мне даже будет трудно так ответить. Я не задумывался на эти темы, что я запечатлеваю то, что мне хочется сделать. Не получается так, что я что-то захотел, а потом по каким-то критериям оценил. Нет, это нельзя делать. Это будет некрасиво или что-то неправильное. Поэтому так мне будет на этот вопрос дать ожидаемый вами ответ сложно. Если что-то будет противоречить моему восприятию, то я не пожелаю это делать. Поэтому мне даже нет смысла эту категорию как-то рассматривать себя. Спасибо. Какое место имеет декоративность в станковой живописи? Не знаю. Не прикасался к этому. Как-то так именно такого рода вопрос мне сложно будет ответить. Все, что связано с искусством, мне помогает вам давать какие-то ответы, это то, что я сам в это погружаюсь. Никогда в мировой практике не создавались благоприятные условия для того, чтобы духовный учитель проповедовал творческую деятельность в изобразительном искусстве. А на самом деле творчество играет величайшую роль, но в древности к этому подойти, к этому вопросу было не так-то просто. поэтому только сейчас сложились такие условия благоприятные. И поэтому чтобы уже говорить именно о каких-то нюансах, особенностях в этой области, мне нужно было самому в это глубоко погрузиться, чтобы уже у меня появились больше возможностей какими-то доступными вам образами выразить то, что я хотел бы уже сказать как духовный учитель. но я не смогу так подробно говорить о многих явлениях произведения в практике изобразительного искусства, если я к этому недостаточно благоприятно прикоснулся сам. Поэтому сейчас мне о декоративности будет сказать в целом просто вот так с одного вопроса сложно. Может быть какой-то другой вопрос должен будет прозвучать и я смогу ответить. в такой постановке вопроса я ничего сейчас не смогу ответить. Спасибо. Вот как раз другой вопрос звучит так. Какая история у вашего объединения художников, какие планы? планов никаких нет. Художники творят, хотелось бы, чтобы творили больше, но в зависимости от того, в каких условиях нам приходится жить в Сибири, конечно, это не столь простые условия. Нажды много еще сделать своими руками на земле, чтобы кормить себя, своих детей и еще умудряться выкрой это время так, чтобы заниматься в области искусства. Поэтому только лишь по мере того, к чему что-то созреет, тот вариант развития событий и можно рассматривать, но его планировать нет смысла. Поэтому если как-то сложилось сейчас благоприятно сделать эту выставку, она произошла. До этого ее трудно было увидеть, хотя и были желания, но недостаточно было работ. поэтому нужно было чуть-чуть увеличить их объем и уже можно было сделать этот первый шаг такой вот большой. А дальше будем смотреть по мере того, как это будет развиваться. Но на это делается большой, конечно же, упор. если если уж мы говорим о становлении какого-то нового уникального общества, о котором все спорят, по-разному высказывают свое мнение о том, что происходит на Красноярском крае, но там развитие тех людей, которые туда приезжают, конечно же, уметь рисовать ставится главной ценностью, одной из главных ценностей, потому что уметь творить красивое, чтобы правильно реализоваться в этой области, конечно же, рисовать нужно учиться обязательно, поэтому желательно, чтобы там учились этому все. Уметь рисовать во всем пригодится в любой области, которую человек пробует созидать, проявлять свое умение. Ну что ж, время нашей конференции подходит к концу. осталось буквально 10 минут. Было пожелание, возможно, если это представится возможным, художникам сказать, так сказать, прощальное слово по этой выставке. Скажем, Николай Нищенко мог бы что-то сказать от себя. Ну тогда я могу только поблагодарить всех, поблагодарить администрацию этого зала, дирекцию Союза художников и всех художников и петербуржцев за то, что они искренне высказали своими сердцами признание этой красоты, свою любовь. Примите наши искренние слова. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ выставки еще состоятся и картин будет больше, ну, а мы просто будем стараться. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ребята, мои друзья, уже сказали, в основном всё, что требуется в данном случае, ощущается, хочется говорить. Может быть, ещё со своей стороны я тоже выражаю благодарность вашим тёплым высказываниям, что добрые слова всегда побуждают творить ещё больше. И, конечно, по всей видимости, как сейчас можно по каким-то фактам анализировать происходящее, конечно же, видимо, удалось поделиться с вами тем хорошим переживанием, которые у нас были в тот или иной момент, побуждающих нас что-то творить красивое. И если всё-таки в этом случае какую-то пользу хорошую для вас сыграла эта выставка, и вы чуть богаче стали от соприкосновений с этими творениями, конечно, для художника это, наверное, самая главная радость, что они смогли быть полезными, и кому-то стало светлее и добрее на душе. Спасибо за всё, что вы нам позволили ощутить здесь, от этой выставки, её общение с вами. Счастья вам! До встречи! Будем надеяться, что мы эту выставку увидим ещё раз. Всего доброго! Счастья вам! Счастья вам!